так я вернулся к пруду я даже знаю где это место находится теперь могу тут ходить может сейчас расскажет как рыбу ловить в смысле это лягушек рыбака сдавал печальные вздохи а в перерывах между ними что-то тихонько промотал привет ух ты а печально на душа не кто удрученный рыбак ощущал себя совершенно бесполезно это из формы чай из похорону его прежние радости были слишком пустыми вот эти штуки наверное могут спихнуть он просто сидел день за днем у пруда лишь темная вода слышала о чем он говорил в этой тьме мелькнул проблеск теперь обратно донести мысль стучала как барабан она повторялась снова и снова а нет я понял в чем проблема все началось с лягушки уголек больше не мог терпеть а я могу тебя положить а каждый проведенный у пруда день неизменно напоминал об этом не дышите на меня кстати да очень напоминает джорной точно точно лена правильно сказала там очень напоминает только более интерактивная такая порозовел немножко а это у него шляпа в виде рыбы был короткий момент когда рыбак хотел что-то сказать он с надеждой смотрел на уголька рыбак заговорил мягким голосом в этом пруду сидит лягушка здоровая такая она выросла из головастик у меня на глазах мы даже вроде дружили проводили каждый день вместе бок о бок расскажи подробнее лягушка ловит рыбу намного лучше меня еще до того как я закину наживку в иные дни из-за этого я окажусь себе совсем ни на что негодным рыбак вздохнул я столько времени зря переживал об этом старик внимательно посмотрел на пруд на свою удочку на уголька что-то я разболтался но когда говоришь с кем то это помогает спасибо тебе уголек если тебе понадобится помощь чтобы поймать что-нибудь обращайся нам нужно рыбу лягушку рыбушку хотел сказать лягушку поймать насчет твоей наживки бедные червяки они тут не по своей воле но как ловить рыбу без них один для меня один для рыбок мы заглатываем их целиком ты червячками питаешься насчет рыбы говорят поймать рыбу не главное вот и я себе это говорю я вообще много себе говорю всего насчет твоей шляпы много лет я гонялся по всему этому пруду за старушкой синий бетти д�� день когда я поймала рыбу был лучшим в моей жизни мне даже пришлось использовать вместо наживки себя С тех пор она так и осталась у меня на голове. А, да, даже так? Ладно. Насчет лягушки. Ты видел лягушку? Лягушка что-нибудь обо мне говорила? Спроси лягушку обо мне. Посмотрим, что она скажет. Хотя, нет, просто не рассказывай лягушке, что я много о ней говорю. Прощай. Если тебе понадобится помощь, чтобы поймать что-нибудь, обращайся. Так я и так обратился, но... Ну ладно. Давайте попробуем с центра вернуться. О, здравствуй, лягушка. Лягушка глядела на уголька, а в брюхе у нее урчало. Я несъедобный, кожа до кости. Послушайте. Ее глаза неотрывно следили за угольком, но в них не читалось злобы. Была ли это лягушка, о которой говорил рыбак? Уголек не мог, но услышал доносившегося из брюхо лягушки урчания. Неважно. А, то есть вот так, да? Давайте назад пройдем. Хочу посмотреть, что у нас по точкам получилось. Костер в лесу. И что у нас? Четыре и три закрытых. Пойдемте дальше гулять пока. Надо покормить. Что бы поймать-то им? А сюда я заходил? Сюда я не заходил. Ну, значит, сейчас вот здесь походим. Такой маленький, но сильный. А что я сделал? Ага. Не-не-не, поднять платформу. Я вот в чатик периодически смотрю и... Надо смотреть в экран, а я смотрю в чатик, в общем. А это тоже лягушка? О, паутину порвать. Точно. Как мне попасть наверх? Лягушка! Побвези меня. Нам нужна лодка. Я же тут больше никуда не могу пройти. Справа-то. С рыбаком мы поговорили. Надо как-то наверх попасть, но... Что это за место было? Как-то здесь камера подозрительно наезжает. Носкротство. Директор подозраност. Harald пок Там есть место, безопасное место. Ну-ка, подождите. а если я возьму эту лягушку если я возьму лягушку допустим зайду сюда она остается у меня в руках я думаю попробовать лягушку донести тому кто хотел лягушку хотя вряд ли ему нужна эта лягушка но в любом случае я могу эту лягушку унести зачем-то может рыбаку ее дать я уже немножко заблудился так тебе ничего не надо было стоп 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 а я там лягушку взял все я понял почему там камера наезжает так и я не могу ее отсюда унести потому что не надо спуститься вот эту скинуть ну в общем получается наверное пока можно пройтись налево посмотреть что там потому что здесь вроде бы я сделал все что можно было сделать надо в центре по поводу еще с народом поболтать приветик а я не могу с ними болтать призрак сказал говори и я услышу тебя на помощь ступай отсюда по восточной тропе и загляни в пруд живущая там лягушка знает где можно отыскать заблудившегося покинутого ликсер спасибо за риса 3 месяца спасибо тебе большое но лягушка со мной не разговаривает как чтобы мне ее разболтать мне надо наверное ее накормить ну да ее покормить в общем надо давайте налево может быть я там что-то полезное найду там правда так стремненько по дороге напротив лягушки но я вроде там ходил ага убежал сорока-сорока это ворон крепко держал свою блестящую добычу плюнь гадость старые ворота были заперты нет у меня ключа незнакомец прошептал тебе когда-нибудь казалось что за тобой следят меня еще ни разу не было такого ощущения какое оно приятно мне кажется что да мне кажется нет такое себе ощущение когда за тобой кто-то следит лягушки всех распугаю пакет антин способы вход в пещеру перегораживали засохшие кусты ежевики колючим дай-ка ключик а сейчас нет ну ты вообще нормально это назло да было сделано подожди огонь факел взял погодите я знаю что с этим сделать на я не могу просто так дальше пойти внутри был обрывок дневника незнакомцы поплыли дальше без меня на каком берегу я оказался лиана и колючий кустарник тянутся ко мне пытаясь свалить с ног спалить нет давайте с собой возьмем с чем я скину не факт что мы записи красного уголька находим наверное его тут привязали нет куда стой 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 ухты короткий путь нам пока не надо я не могу с факелом взаимодействовать с предметами ну-ка шея скелета зловещий свисал рваный вот так рваный опа не знакомец задрожал от холода эти штуки меня не пустят факел я в отличие от огонька не могу ему приходилось бывать в таких темных местах он лёг и закрыл глаза не понял мне надо с потушенным дойти что ли у 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 С удаленным воспоминанием, которое скрадывали пройденные километры. Еще один готов. Глядя на уголька, незнакомец моргнул. Уже утро? Сколько я спал? Ну это так прикольно. Как мне сачок починить? Я так понимаю, с помощью него надо будет выловить как-то ключик? Хотя это не точно. О, сидит тут. Давайте погонем ее. Это чего она? А, я не могу с ней взаимодействовать. Поломалось немножко. Птички, бабочки, бабочки. Паутины носочок намотать? Хм. Это очень безумная мысль, но интересная. А вдруг ты прав? А, тут даже можно перечитать будет. Нет, нельзя взаимодействовать, по крайней мере, здесь. Вообще, паутина прочная. Вполне было бы логично. Да, не работает оно что-то так. Ключ лежал в камышах. Но до него было не дотянуться. Да, но он рваный. Ну, попытка не пытка. К рыбаку, что ли, сходить? Можно к рыбаку сходить, заодно точки посмотреть. В общем, я думаю, что четыре уголька спасти, это минимум, который нужно, чтобы пройти дальше. А мы можем спасти всех. Если постараемся, да? Да, у нас уже, вон, пять. Спасено. Так. Ну, выбора нет. Идем к рыбаку пока. Где там скрит, говорил, напротив лягушки? Вот здесь? Я, по-моему, ходил сюда. Там типок сидит. Да-да-да. Так, стоп, а это что? Рыбак, мне нужно поймать. Помоги. Мне нужна помощь. Рыбак заметил у уголька порванную сеть. Дай мне взглянуть. Посмотрим, что я могу сделать. Взяв шелковую нить, рыбак бережно подлатал сеть. С каждым завязанным им узелком сеть обретала все более законченный вид. Вот, держи. Как новая. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Да, спасибо большое. Так, теперь ключ ловить. Бегать немного пока что. Туда-сюда. Да, мы там ходили. Там интересное место. Тут рычаг дернули. И подняли колонну там справа. Но как-то сюда нужно попасть. Там вон уголек сидит. Пока идем ловить ключ, может быть, что-то с этим станет понятно. О, смотрите, он с чем-то сидит. Что это у тебя? Незнакомец задумчиво сказал, я чувствовал себя таким одиноким, таким потерянным. А, ничего нового. С ними со всеми теперь можно поговорить. Незнакомец сказал, заботься о тех, кто тебе дороже всего. Незнакомец прошутал, будь добр к себе. Незнакомец подумал, кажется, я готов продолжать путь. А, не со всеми. Вот с этим почему-то нельзя. Было очень заманчиво сделать еще раз круг. Порвать там всю паутину в клочья. Почему я не могу достать сачок и поймать бабочек? И лягушке их отнести. Ключ лежал в камышах. Но до него было не дотянуться. Так. Факир был пьян? А, о, нормально, Факир не пьян. Ключ отворот. Я уже думал, все, не хватило. И уйдет. Старые ворота были заперты. У нас есть ключ. Угалек вставил ключ в замок и медленно начал его поворачивать. Классно. Люблю такие механики. Простенькие, довольно-таки незамысловатые. Так. Под водой. Осушение океана. Незнакомец задыхался. Темная вода смыкалась у него над головой. А, я понял. Хотя, нет. Я же сейчас... Если статую уберу, вода опустится. Ой, в смысле, поднимется. Нет. Ну, хорошо. В этой пещере очень трудолюбивые пауки. Ага, и Саша, как мелкий пакостник, бегает. Почему сразу пакостник? Море было все равно. Выплывет он или утонет? Волны медленно уменьшались, перекатываясь через старые стены. Лягушки, пойдемте со мной. Безопасная гавань совсем рядом. С черными глубинами. Уголек протянул руку. А-а-а. Э-э-э-э. Обратно. Лягушку потыкал. Пытался потыкать. Так, еще один. Если нам сейчас ничего не дадут, не предложат, то я не знаю, как последнего доставать. Где-то что-то не нашел. Может, ей папирус этот скормить. Незнакомец опустил взгляд. Так приятно честовать под ногами... Честовать, наверное, все-таки. Так приятно честовать под ногами твердую землю. Или чувствовать. Вот это опечатка или смысл чест? Ладно. Вот мне тоже кажется, что, наверное, все-таки чувствовать. А что дальше? Идем сюда. Лягушка. Хорошо, хоть и не пинается. Черпяк. Ага. Ага. Сейчас. Мы тебе отходы запечатаем. Опа. А все, некуда. Червяк оказался совсем беспомощным. Скрыться ему было некуда. Когда уголек его поднял, черпяк тихонько взвизгнул. Ааа. Мне прям жалко даже его. Червячок. А вот и папирус второй. Дневник странника. Незнакомые деревья, заросшая тропа. Это место успокоения? Оно находится между мирами? Я зову, но слышу только свой голос. Это червяк, который может визжать, ну. Ротиком. Чайник такой. Не придирайся, пусть видит. Эй, уголек, иди сюда. Иди, я тебя обниму. Мне не жалко. Кому червяка отдать? Лягушке или рыбаку? Наверное, я не смогу отдать его. Не тому, кому надо. Сейчас, лягушку, подожди. Я хочу с рыбаком поговорить. Ага. Все-все-все. Показать предмет. Чирючок. Прости. Ой. Уголек не предполагал, что все закончится этим. Я тоже не предполагал. Бульканием воды, оглушающим сердцебиением. Но потом... Лягушка, спасибо. Лягушка отплатила угольку добром за добро, проводив его к заблудшемуся покинутому. Опустошенный пруд. Поставила так еще до дула, мне понравилось. Уголек нашел дневник странника. В воздухе чувствуется маслянистый запах лягушек. Они многое знают, но молчат. Лишь смотрят на меня, пока я за ними наблюдаю. Ага, мы теперь тут ходить сможем. А ты кто? Незнакомница говорила. Похоже, ты голоден, друг. Ты не захватил с собой бульон? На болоте есть повар. Он может сварить такой суп, которого ты в жизни не пробовал. Если будешь говорить ему, что со вкусом что-то не то, он будет угощать тебя снова и снова. Давайте что-нибудь простенькое. Не хочу думать. О, нет. Без помех. Незнакомец стоял в одиночестве. Его друзья ушли. Пытаясь скрыться от того, что появилось потом. А незнакомец продолжил в путь. Он оказался в глубине леса. Все это казалось таким бессмысленным. Ну куда ты? Ну ладно, это было легко. Субтитры сделал DimaTorzok Незнакомец неохотно заговорил. У костра кто-то есть? Дай мне собраться. Встретимся там. Собирайся. Пойдем. Ну вроде мы все сделали, все нашли. Свитки собрали. Но. Тут явно вот пещеры какие-то, в которые можно сплавать. Нам кто-то про лодку говорил. Но лодки пока точно нет. Лягушку не отдавали, кстати, да. Но я не могу их поймать, лягушек-то. С этим я со всеми говорил вроде. Ладно, сейчас поговорим с призраком. Первый костер. Призрак сказал, ты сделал все, что мог, малыш. Дальше начинается твое путешествие. Путешествие, что ожидает тебя, будет непростым, малыш. Путь из этого места перекрыт. Когда ты расчистишь его, я начну отправлять за тобой остальных. А, то есть вот так. Ммм, дверка такая же, вот как открывали. И тут игра кончается. Скорее, наоборот. И тут игра начинается. Я не один такой. Есть и другие, кто может помочь. Здесь, в лесу, тебе всегда будут рады. Уголек снова почувствовал, как за ним наблюдают чьи-то глаза. Стой! Не уходи! Уголек приблизился к покинутому и почувствовал, что тот был другим. Он сказал, я знаю, что мне нужно делать, что мне нужно чувствовать. Я не хочу, чтобы мне помогали. Почему-то Уголек и не мог помочь. Не все проблемы были решаемыми головоломками. Это, наверное, куда-то наверх лифт, да? Давайте пока. О! Куда ты... Как ты туда ушел-то? Ловкий. Во время сумерек тени длиннее всего. Древний фонарь успокаивает меня, наигрывая ласковые мелодии, которые я часто слышал дома. Дикие слушают их, сверкая желтыми глазами среди сереющих деревьев. Ди фонарь успокаивает меня. Субтитры создавал DimaTorzok